Знаете ли вы, что согласно исследованиям Райфайзенбанка, у каждого второго жителя России есть кредиты? У каждого третьего по два займа, у 20% респондентов три кредита и более. При этом, по заявлениям Центробанка России, более 55% россиян пожизненно погрязли в долгах, а их общий долг составляет около 10 триллионов рублей. Такая шокирующая статистика показывает, что практически каждый зритель этого видео точно имеет хотя бы один кредит. И это замечательно, ведь сегодня я расскажу, как от них избавиться раз и навсегда. Представьте себе, вам не придется даже вставать с дивана, потому что расстаться с любыми долгами помогут всего четыре слова. Готовы их услышать? Тогда досмотрите видео до самого конца. Приветствую на канале Заметки Миллионера. Устал от проблем с деньгами? Тогда подписывайся. Роберт Киасаки – один из немногих миллионеров, который постоянно затрагивает проблему кредитования по всему миру. Он придерживает сомнения, что денежный долг универсален и может как обогатить человека, так и сделать его банкротом. Подробнее эту тему Роберт раскрывает в своей книге «Как стать богатым, не отказываясь от кредитов», где приводит в пример личную историю успеха, которая создана благодаря правильным кредитам. Сегодня Киасаки все чаще обращают внимание на то, как сильно изменился банковский сектор. По мнению предпринимателя, появляется все больше кредитных предложений, направленных на то, чтобы в конечном итоге оставить большинство людей без штанов. Раньше люди могли позволить себе больше, и кредиты, даже потребительские, были более обдуманным решением. Автомобиль, дом и даже мебель сейчас кажутся не таким плохим вложением. Потому что теперь люди бегут за микрозаймами, чтобы дожить до зарплаты. Оформляют кредит на бытовую технику и гаджеты. В таких условиях сложно говорить о хорошем долге, рассказывает Киасаки. В основном, многие финансовые эксперты, в том числе и Роберт, чаще всего списывают любовь людей к быстрым и необдуманным кредитам на недостаток финансовой грамотности. И задуматься об этом стоит, ведь правильное управление деньгами – это игра на опережение. Комфортные сбережения и компетентные инвестиции действуют как оберег от плохих долгов. Поэтому в первую очередь стоит задуматься о том, как и где можно получить качественные знания в этих областях. Начать двигаться в этом направлении можно с бесплатного мастер-класса Егора Арсланова «Как решить проблемы с деньгами в 2022 году». На нем вы получите полезные советы о том, как обеспечить свою финансовую безопасность. Проводит мастер-класс «Инвестор» с 15-летним опытом Егор Арсланов, который сам прошел путь от ученика до лектора, обучаясь в лучших инвестиционных компаниях России. Более того, Егор вложил в образование по теме личных финансов и бизнеса около 2 миллионов рублей. Неудивительно, что сегодня Егор Арсланов имеет собственную школу денег с государственной лицензией, а его ученики с легкостью улучшают свое финансовое благосостояние без чьей-либо помощи. Вы можете забыть о кредитах и долгах, научиться с легкостью управлять своим капиталом и, самое главное, приумножать его, просто посетив бесплатный мастер-класс Егора Арсланова «Как решить проблемы с деньгами в 2022 году». Ссылка на него будет в описании под видео. В то же время Роберт Киасаки подчеркивает, что банки лишь пользуются сложившейся ситуацией. Основная проблема спрятана в головах самих людей и называется она «психология должника». В вопросах финансов люди редко обращают внимание на свое ментальное и психологическое состояние. Но в ситуации с долгами и кредитами этот фактор может сыграть решающую роль. Человек, живущий в кредит, постоянно испытывает чувство страха, неплатежеспособности, потери работы. Из-за постоянного напряжения и необходимости отказывать себе в чем-то ради выплаты кредита, возникает раздражительность, усугубляются депрессивные состояния. Заемщикам угрожает состояние перманентного или, как его еще называют, затяжного стресса. Человек постоянно чувствует давление, особенно если выплата кредита лежит только на нем одном. Еще одно последствие – ухудшение отношений с окружающими. Человек становится замкнутым, начинает избегать общения с другими людьми. Он не может позволить себе встретиться с друзьями, поскольку придется тратить деньги. Поэтому часто закредитованные люди прекращают все контакты. Из-за стресса теряется возможность справляться со сложными ситуациями. Любая мелочь может вывести из равновесия. Конечно, ни о каком отдыхе в таком состоянии говорить нельзя. Мозг постоянно посылает сигнал угрозы, а организм в ответ готовится к борьбе или к бегству. Для человека это сродни тому, как если бы он находился на войне. В таком состоянии вы будете неспособны на поиск новых возможностей. У вас не получится составить стратегию выхода из долгов, и вы точно не захотите идти на риск. Поэтому долговая яма будет только углубляться. Чтобы улучшить ситуацию, Киасаки советуют в первую очередь не концентрироваться на том, в какой ситуации вы оказались. Думайте, как все исправить, и мотивируйте себя мыслями о будущем без долгов. Важно не накручивать себя. Часто картина в голове значительно мрачнее реальной. Если вы начнете мыслить рационально и будете перенаправлять эмоции в работу, решение проблем придет само собой, утверждает Киасаки. Перестаньте уделять так много внимания негативным мыслям, концентрируйтесь на настоящем моменте, следите за дыханием, успокаивайтесь. В таком состоянии работа идет гораздо продуктивнее, появляются новые идеи, легче общаться с окружающими. Снизить психологическое напряжение помогают занятия спортом. Также действенный способ прокричаться в уединенном месте, чтобы внутреннее беспокойство вышло наружу. Если такой возможности нет, возьмите за правило выписывать негативные мысли в тетрадь, так вы быстрее освободите от них голову. Конечно, все это не избавит вас сразу от долгов и кредитов, но позволит рассмотреть и использовать любые возможности, которые вас окружают. Опуститься до нуля. Как только на психологическом уровне вы настроились на денежное начало, сразу переходите к избавлению от кредитной зависимости. Плохой денежный долг – это вытягивание энергии с будущего. В данный момент вы распыляете ресурсы, которые могли бы помочь вам разбогатить в дальнейшем. Это сравнимо с самолетом, который из-за потери топлива неизбежно столкнется с землей, рассказывает Киасаки. Роберт советует не ждать у моря погоды, а брать ситуацию в свои руки и затягивать ремни поуже. Выплачивайте плохой кредит быстро, максимальным суммам. Лучше опуститься до нуля на несколько месяцев, чем жить в безденежье целые годы, утверждает Киасаки. Самым подходящим методом выплаты долгов миллионер называет метод лавины. Это когда человек пытается расплатиться сразу с самыми большими долгами, выделяя из личного бюджета 90-95% средств. А оставшиеся деньги вы должны не тратить, а направлять в русло выгоды. Каждая покупка должна приносить пользу, мотивировать вас или увеличивать эффективность вашей работы. Так, в максимально короткий срок вы преодолеете долговую яму, не будете зависеть от перекредитования и научитесь грамотно обращаться с деньгами. Все эти качества изменят ваше будущее в лучшую сторону. Заставьте банк работать на вас. Борьба с долгами мало чем отличается от шахматной партии. Когда вы теряете фигуру в виде ваших финансовых страданий, лучше всего сосредоточиться на том, как ее отыграть. Чтобы не ломать голову над тем, где взять дополнительный доход, грамотно воспользуйтесь услугами своего банка. Например, попробуйте накопить деньги на остатки. Банковские карты бывают накопительными или доходными. Это значит, что на остаток ваших денежных средств набегают проценты, и часто они сопоставимы со ставками по вкладам. Купить можно как на дебетовой, так и на некоторых кредитных картах, которые позволяют хранить на них деньги под проценты. Правда, и плата за годовое обслуживание такой карты порой составляет больше 3000 рублей. Посчитайте, сколько вам будет приносить процентный остаток, и убедитесь, что он покроет стоимость годового обслуживания. Банки иногда устанавливают нижний лимит покупок по карте. Например, 5000 рублей в месяц. Столько вы должны тратить, чтобы получить доход. Процентная ставка по таким картам может меняться в зависимости от суммы остатка на вашем счете. Например, на сумму до 300 тысяч рублей вам могут начисляться 10% годовых, а на все, что сверху, только 3%. Это не единственная услуга, которой можно выгодно воспользоваться. Опробуйте также кэшбэк и бонусы за лояльность, о которых подробнее можно узнать на сайте вашего банка. Конечно, в денежном эквиваленте такие трюки не принесут вам много денег, и вряд ли избавят вас полностью от долга. Но даже такой маленький приток денег точно может помочь пережить сложные времена. Мне не нужен кредит. Не стоит забывать, что опыт, даже очень неудачный, это ценный инструмент на пути к богатству. Сегодня кредит может стать для вас абузой или тяжелым испытанием, но уже завтра он будет важным жизненным уроком. И, возможно, именно эта ситуация в дальнейшем повлияет на количество денег в вашем кошельке. Главное помнить, что есть всего четыре слова, которые точно избавят вас от плохих долгов. Мне не нужен кредит. С вами были заметки миллионера. Ты станешь богаче. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok